Здравствуйте! Наверное, все знают или хотя бы раз слышали такие понятия, как реаль-политик и реальти-шоу. Так вот, участие руководителей западных стран «Война в Украине» – это реальти-шоу, которое идет где-то там. А они осуществляют свою реаль-политик, то есть достаточной долей цинизма, то обещают поставить вооружение, поддержать разными иными способами и прочим. В общем-то, начинают ссылаться на то, что надо там подготовить, надо еще что-то сделать. То есть, ну, война – это же где-то там, то есть ее можно посмотреть, ну, если не в прямом эфире, то в записи какие-то моменты. И стреляют, и бомбят, и погибают – это все там, да, в Европе, да, в европейской не самой маленькой стране. Но с достаточной долей цинизма можно советовать президенту Зеленскому поступиться территориями, указывать на то, что гибнут с обеих сторон люди. Хотя, скажем, насколько можно судить по отношению российского, ну, не общества, не всего общества, но хотя бы его значительной части, то там тоже на первом месте явный цинизм. Особенно, когда переживают, что никак мамы, жены погибших солдат переживают, что никак не могут получить деньги или возмущаются тем, что им рассказывают, что их сын или муж пропал без вести, нету сведений, еще чего-то, ну, как это нету, там, а одна вообще тоже высказывалась недавно, смотрела видео, сына уже похоронили месяц назад, а все бумаги никак не сделают. То есть, ну, я не знаю, как это по-другому назвать. Про цинизм, скажем, кремлевских властей, ну, он уже граничит, да и не граничит, он уже практически слился с идиотизмом. Потому что на видео смотришь так называемый обстрел Донецка, центр Донецка, обстрел в кавычках, в смысле не сам обстрел, а то, что это вооруженные силы Украины обстреляли. Слышишь на видео звук выстрела и через секунду, а во втором случае через четыре, значит, звук взрыва-разрыва. То есть, все, кто помнят, что скорость звука примерно 330 метров в секунду, соответственно, орудие, которое стреляло, было в одном случае в трехстах с небольшим метрах от цели, в другом не больше, ну, или чуть больше километра. Учитывая размеры Донецка, доводилось когда-то там бывать, и с тех пор прошло уже несколько десятков лет, и он явно не стал меньше. Так вот, учитывая размеры города, то есть стреляли, ну, как минимум, свои, то бишь это, извините за грубое слово, ДНР, либо российские войска, чтобы создать нужную картинку. Везде при этом рассказывают, вот опять обстреляли, там кто-то погиб. То есть, ну, ребята, ну, на дворе 2022 год, то есть, ну, нельзя как-то вот так вот уж совсем считать всех вокруг идиотами. Хотя, с другой стороны, чего удивляться с Россией, с Кремлевской администрацией, когда в Германии, не знаю, может, с неделю назад мой любимый, в кавычках, министр здравоохранения Карл Лаутербах пророчески заявил, что к осени, наверное, будет новая волна коронавируса, и, соответственно, уже готовятся или готова вакцина против варианта штамма Omicron и так далее, и так далее, он вообще в этом смысле провидится. Как, если скажет, что будет волна, там, лакдауна, охранничения, так оно и будет. То есть, пифи, там, дельфийские оракулы, ну, нервно курят в сторонке. Ну, а следом, если не ошибаюсь, на немецкой волне статья или заметка о том, что в Германии в последние дни, там, или неделю резко выросло число заболевших, ну, с позитивным тестом на коронавирус. И в этом же материале о том, что Германия продолжает снижать уже все оставшиеся, или убирать все оставшиеся ограничения, связанные с пандемией, ребята. Ну, нельзя, наверное, всех считать уж законченными идиотами, всех вокруг, кто это читает. То есть, с одной стороны, растет число заболевших, с другой стороны, мы снижаем ограничения. Как это одно с другим связано? Точно так же, как и все эти советы, сначала были резолюции, так сказать, громогласное заявление, что надо Украине помочь до такой степени, чтобы Россия не смогла больше никогда никому угрожать, и вообще Россию, как говорится, именно Россию демилитаризировать, и, скажем, чтобы она прекратила угрожать всем соседям. Сейчас говорят, ну, как-то надо вот, как-то там, ну, нельзя так. Я уж не про высказывания, да, Вишния Макрона, что нельзя, чтобы Путин потерял лицо там. Ну, может, после визита в четверг в Киев и посещения Ирпения, может, ну, там уже заявления еще в ходе визита прозвучали какие-то бравые, но, может, они действительно свой цинизм отложат в сторонку, и от реальполитик перейдут, или, точнее, окунутся в реальность, и все-таки поймут, что там творит Россия, и что будет, если она вдруг, пусть даже не победит, не всю Украину захватит, а хотя бы ту часть, которую сейчас вроде как контролируют, это что будет, они на этом остановятся, есть еще Молдова, есть стороны Балтии, про которые уже Путин говорил, что Петр I уже не завоевывал там все куски Финляндии, Швеции, там, кого угодно, а он возвращал, то есть, ну, и Владимиру II, если брать первым Владимира, князя, киевского князя Владимира, то Владимир II решил, что надо тоже возвращать. То есть, если говорить конспективно и делать вывод, то действительно, последние годы, даже не после 24 февраля этого года, гораздо раньше, в мире царит цинизм, перемешку с идиотизмом, порознь, вместе, иногда в перемешку. Не у всех хватает здравомыслящих людей и прочего, но у руководства части стран сказать, что это пенсионеры, или, скажем так, еще как-нибудь покруче, не буду цитировать, как называли в прессе перед визитом троих сразу, премьер-министра Италии, федерального канцлера Германии и президента Франции. Три, ну а дальше, кто хочет, почитает их где-нибудь. То есть, пока не закончится вот это вот, это там у чужих, а мы тут отсидимся, у нас тут комфортно, подождем, может, Путин заболеет сильно, может, помрет, и не надо будет поставлять оружие Украине. Ну, гибнут там люди, ну, про российских, ладно, они их сами там не жалеют. Ну, украинцев там, как бы, и детей, и сколько их беженцев, и сколько их насильно вывезено в Россию. Я уже не говорю про миллионы тонн зерна, которые Россия ворует в Украине и пытается, или уже повылазила в другие страны и продаст. Ее угрозы там остановить Северный поток и прочее. Ну, невозможно так вот вести политику с такой стороной и с таким руководством. Причем, ведь основная масса, тут многие рассказывают, что вот они там боятся что-то сказать, еще что-то. Ну, знаете, кто боится сказать и боится, так сказать, обоснованно. Ну, хотя бы молчит, не несет разную пургу. А когда несут пургу, ведь никому не выкручивают руки, вот тех, кого встретили на улице, там что-то спросили, никому не выкручивают руки рядом стоя, что на камеру, ты скажи там, Путин наш царь там, или я поддерживаю уничтожение Украины. Не выкручивают. Ну, промолчите хотя бы. Имейте хотя бы для этого мозги. Но не похоже. Так что цинизм сверху и идиотизм на уровне значительной части населения, как минимум, одной отдельно взятой стороны. Потому что, допустим, про Беларусь уже стоит говорить несколько в ином виде, там явных, кроме нескольких десятков, там, или сотен идиотов, все остальные как-то, ну, если бы армия не сказала свое «нет», тихо, то Лукашенко бы давно ее отправил в Украину. Ну, пока все крутит хвостом. Ну, значит, еще не все везде идиоты. Оставайтесь здоровы. Слава Украине. Живи, Беларусь. Живи, Беларусь.